Всем салям, друзья! С вами Даник, и это шоу «Угадай блогера». Правила очень просты. У нас есть 4 раунда, и в каждом раунде нужно угадать 4-х блогеров. У ребят есть красная кнопка. Кто первее нажал, тот и отвечает. За один правильный ответ вы получаете 1 балл. Тот, кто выигрывает, загадывает желание проигравших. Ну я вам сразу скажу, это редчайшая, редчайшая вещь в России. Литвин. Дима Масленников. Чей это скунс? Мамик. Сабар. Посложнее, да, уже? Он ниже нас всех здесь. Я не тупая! Мне кажется, я выиграю. Я тоже в это верю. Я не настолько сплетница, как ты, наверное. Да, да, я очень грустно. Ты просто в этой шайтанской тусовке обитаешь. Ой, ну сели так красиво, сели прям. Да ты в этом сидели как свиньи. Как вы поняли, ребят, у нас в гостях сегодня Аслан Шукаша и Сабина Хайрова. Поаплодируйте, ребята. Вон там, далеко, видите, смотри, круто. Офигеть, так много людей. Да, да, да. Неожиданно. Они все пришли к вам. И приятно. Короче, ребят, правило понятно же примерно? Да. Примерно, да. Вот. Первый раунд у нас выносится предмет, и вам по этому предмету путем несложных ассоциаций нужно угадать, что это. Ну, перед тем, как мы начнем, давайте поболтаем. Давай. Как у вас дела? Может быть, концерты какие-то? Приделось отлично, но погода плохая. Погода реально расстраивает. Вообще депрессия. Сабина, ты? Мне снимают брекеты после трех лет отношения. Реально? Да. Я уже год не корректируюсь. Я тоже полгода не корректируюсь. И знаешь, что? Оказывается, я сэкономила. Да? Мне сказали, все нормально. Снимаем. Так можно? Прикинь. Расскажите, не для просвещенных, что значит корректировать? Ну, смотри, брекеты каждый месяц, ну, там очень строго, каждый месяц ты должен приходить, чтобы тебе меняли дугу вот эту железную. А я, типа, на 12 месяцев забыл. Просто кинд забыл, да? Я понял, да. Ну, вообще, мне год назад сказали, что, типа, я могу их снимать. Я такой, не. И ушел. Согласись, типа, нельзя себя представить без брекет. Да, да, да. Ну, как будто бы уже надо просто. Но ты ждешь этого момента? Ну, я жду, чтобы потом в актерскую пойти. А, ты еще актер? Я хочу скорее визитку без брекет записать, чтобы можно было сниматься. А что, с ними нельзя сниматься? Ну, а с ними же сейчас наоборот даже очаровательные люди. Так я поставлю нормально. Ну, ты сначала запиши и так, и выбери. Ты забыл, что у меня нет зубов? Что точно. Мы, ребята, сегодня специально поставили камеры так, чтобы не видеть. Видно было выбитого зуба Сабины. Да. А что с ним? Куда он пропал? Просто удалили. А просто удалили? А брекеты зачем носила три года? Так удалили из-за брекет, чтобы поставить. А, реально? Нужно было расширить челюсть. Как будто тебе некомфортно мертвый зуб обсуждать. Ну да. Ну что, ребят, ликбез по тому, как носить брекеты мы прошли. Давайте все-таки выносить первый предмет, ребят. Давайте закрываем глазки. Глазки? Глазки? Опа. Глазки, ребят, закрываем. Ну что, готовы? Да. На счет три открываем глаза. Раз, два, три. Где? Просто тупик максимальный. Так, Аслан, так, Аслан. Ну что это? Скажи, вот что ты видишь? Это бриллиантовая кнопка. Ну это понятно. А с кем она ассоциируется? Я вспоминаю, чья. Литвин. Неправильный вариант. Дима Масленников. Правильно. Так я не знаю, у кого больше всего подписчиков. Не, ну смотрите, у кого есть у нас в России бриллиантовые кнопки. У Димана, у А4, у А4, у А4, у А4, у Литвина. А у Литвина разве есть вообще? Я не знаю. У Литвина 11 миллионов. Это первый? Это первый? Я даже у Литвина знаю сколько. Так я и не ошибся, получается. Ты не ошибся, что у него есть, но это кнопка Димы. А чем она отличается от Литвина? Ничем. Только сзади написано Дима Масленников. Но проиграл ты еще. Один балл отправляется. У тебя шоу не ориентировано на казахов, да, походу? Нет, чувак, как раз таки только на них. Заметь, 70% кадра казахи. А почему ты сразу так выпалила Диман? Что мы типа дружим, а только кнопка его может быть? Просто все выпуски посмотрела. Все выпуски Димана? Да, абсолютно все. Слушай, это логично. Потому что Дима же его друг, он, наверное, мог у него взять кнопку. Логично. Не взять, украсть. Украсть. Просто после Литвина мне приходит человек, даже не после Литвина, мне сначала приходит Дима, а тебе пришел Литвин, и я исключила. Ты не загадывай жестокое желание только, ладно? Да погоди, мы только найдем зуб. Отдай свой зуб. Да я даже не могу сказать. Мне нужен твой левый зуб. Они дорогие. Сабин, к тебе вопрос. А как вообще получилось так, что ты короновалась в вертикальных блогерах и вот закрепила это как нечто новое на российском... Короче, я была продюсером горизонтального и одновременно вертикального контента. Как это звучит, да? Да. Одна футбольная команда, она сделала заказ и на шортсы, на рюксы, и на горизонтальные выпуски. И я говорю, ну что, мы сегодня с горизонтом работаем или с вертикалом? И, короче, у меня что-то это вошло в обиход, и я со своими ребятами, с кем работаю в команде, и я это постоянно использую, как и они использовали. Я прихожу в новую тусовку и такая говорю, ребята, вы же горизонталы. Они такие, кто? Я говорю, ну да, вот вы стримеры, ютуберы горизонтальные, вы все горизонталы. Они все скопились с таким интересом, знаешь, реально было забавно видеть интерес в глаза. Как будто шок новая, да? Да, и все, и как-то это пошло в обиход. Вот, я даже футболки сделала, некоторым ребятам подарила, кто-то вертикал, кто-то горизонтал. Еще прикольно, как долго я заставляю их сидеть с закрытыми глазами. Ребят, на счет три глазки открываем. Раз, два, три. Вот тут посложнее, да, уже? Как будто даже я забыл, кто это. Габарк? Нет. Нет. Мамикс. Да! Ребята, ребят, потише, потише, там за кадром тоже. Все-таки шоу снимаем обычное, все. И у нас по баллам. Жестко. Один, один. Только жестокая рыжа задание. Да? А вот уже все. Второй зон. У тебя даже отбирать нечего. Закрываем не только глаза, но и нос. О, нет. Реально? Да. Я никогда не видел скунса, кстати. Ребят, вы напряглись так, как будто сейчас вы видите тигра. Или скунса, который вам плеснет. Чей это скунс? Ну что, ребят, раз, два, три. Открываем. Мне нравится их лицо, знаешь, сам. Габар? Все верят. Габар? А как Габар связан? Реально? Да. Последний выпуск у него смотрела? Там жрали эти пельсины? Да, по-моему, в каждом выпуске нет. Их можно есть? Ну, они жрут. Они съели их. Как так получилось, что я в прошлый раз сказала и угадала на этот? Блин, ты крутая ведь. Куда? Они же не пахнут и так. А ты зашли ручку. Кажется, я придумала задание. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо. По-моему, у нас появляется мотивация. Мотивация надо поднять. А мне что-то домой надо теперь. Очень резко. Вы раз их не едите? Нет, смотри. Мы, погоди, мы типа кто? Расист. Расист. Китайозы типа. Да, да, вы. Да, вот эти вот. В целом кто-то из нас ест. А нет ощущения, что это те самые глисты, про которых говорят? Нет, чувак. Они похожи. Типа вот это. Знаешь, сколько здесь долга? Я тебе потом домой отдам. Спасибо. Это нужно? О, запахли. Как запахли? Запахло весной. Говорят, свои друг друга не чувствуют. Нет, а я типа кто? Лист. У меня, кстати, в глазах сейчас светло. Знаешь, кабанов слепят в лесу, чтобы их поймать? Тебя тоже. Нормально ты его оскорбляешься, он каждый раунд не нравится. Держи темп, пожалуйста. А как люди понимают, что они дальтоники? Кстати, интересный вопрос. А как это вообще понять можно, типа? Ну, когда светофор красный, он пошел. Так он же его знает, как именно красный, хоть у него глаза желтый. У него свой красный, да? Да, да. Интересно ты, конечно. Не, ну, когда люди, мне кажется, общаются, они начинают, типа, блин, этот фиолетовый, типа. Так для него он тоже фиолетовый, он же его обыкнулся. Нет, для него он уже какой-то черно-белый. Фуксия. Но он его называет фиолетовый. Ну, да ладно, ребят, предмет уже на столе. Нет, давайте обсудим, реально. Открывайте глаза. Начали? Да. Что это? Да, но тут не все так просто. Янчик? Тут не все так просто, сказал я, и с первого раза Сабину отгадал. А как это связано? Он с полотенцем в своих скетчах ходит, когда мама отыгрывает. Я не тупая! Ура! Вертикалы нормальные люди! Так, с тобой вертикал сидит рядом. Да. Я предлагаю в монтаже, чтобы единственное, кто вертикально расположен, это Сабина. Все мы будем полностью вот так вот, горизонтально. Ну что, ребят, первый раунд закончился. И по итогам первого раунда ведет Сабина. 3-1. Ты что не хлопаешь? Я ждал, пока аудитория похлопает. Неуважение. Она вот похлопает. Неуважение к своему сопернику. Все, ребят, второй раунд. Ну что, ребят, нас ждет второй раунд. Вам нужно угадать блогера. Очень просто. Поцитать. Вы же все? Конечно. Есть история блогерства, есть история цитат блогерства, конечно. Кстати, мне кажется, это реально появится в университете. А вот хоть одну попытайтесь вспомнить цитату, какого блогера. Слушайте себя. Да, скатите. Жизнь одна. Коньяк? Я надеюсь, ты к следующей фразе перешла. Это было там продолжено. А где мой коньяк? Это же она говорила. Коньяк? Ну все, готовы? Да. Я увидел платформу, на которую можно загружать не просто любительский контент, а авторский. Кроме того, на западном YouTube тогда уже было очень много больших каналов, собиравших кучу просмотров. Мне стало ясно, что есть к чему стремиться. Вертикалы такие. Блин, Рома не застали те времена. Я думаю, что застали. Сабин, вообще на YouTube кого смотрелось? Я с 2012 года на YouTube. Ну, значит, ты должна точно знать. Ну, в смысле этого человека вы точно знаете. Рома Желуди. Вот в тебе больше сомневаюсь. А вот в тебе копнуло, конечно, копнуло. Кто старше, у того больше шансов. Ну, Рому Желуди знаешь? Ну, да. Ну, вот из того поколения примерно. Андрей Нефедов. Нет. Блин, это как? Самый старый, кого я знаю. Я, кстати, записываю ему дисы, будучи 12-летней девочкой. Реально? Нефедов, ты дерьмо. Где это послушать? Это у него выпуски в каком-то есть. Я правильно понимаю, что вы как раз таки то поколение, которое... Не знаю. Амиран Сардаров. Нет, не знаю. Но вы то поколение, которое были как будто бы, когда ты кем-то увлечен. А! Макс на 100 500. Макс на 100 500. Ты меня вообще сейчас не слушал, да? Я тут тебя пытаюсь, пока ты... Брадики! Кто же это? Кто же это? Я не теряю времени. Но ты угадал. Реально? Да. Это подходит. Я просто сказал про Рому Желуди. Так, кто про него говорил тогда? Ну что, счет 3-2. Как 3-2? Себе выпал. Еще. Я хотел сказать, что вы вдохновлены были блогерами и как будто бы тогда уже думали. Ты вот вдохновлена была, а ты? Я смотрел 200 хорошо и плюс 100 500. Я еще тогда вместе с Ромой Желудем видела Клау Куку рядом. Вот в те времена. Рома ее постоянно показывал рядом с собой. Ну не 16 лет. Прикинь? Тогда еще был. Помнишь это Света Яковлева, который в тональнике? Угу. Вот типа... Кто это вообще? Слушайте, ребята, ставьте эту картинку сюда и я вам скажу. Он просто может кто-то вспомнит. Удивительно, что ты Макса плюс 100 500 мне указал. Я знаю Гоген Солнцев. Знаете такого типа? Мы сейчас, погоди, просто накидывали. Легенда. Я знаю Брюса Уиллиса, знаешь его? Адвокат! Да. Понял тебя. Адвокат! Слушай, ну Гогена Солнцева помнишь? Тебе сколько тогда было лет? Пять? Как будто ноль. Как будто реально. Помните в Доме 2 вот этот Ясно-Солнышко был? Как это было? Не Ясно-Солнышко. Рустам Солнцев. Аааа, да, да. Ну там тебе вообще реально два года было. А я просто нарезки видел из Дома 2 самые угарные. К следующей статье. Слишком много серьезных щей вокруг. Слишком много неприятного дерьма окружает нас каждый день. И еще больше неприятной реакции на все это. Я предлагаю угорать над этим всем. Посыл как будто чувствуется, да? Да. Вот человек какой-то вайб вот ощущается. Как будто бы что-то на типе реально. Кто у нас не матерится? Макса плюс топит. Думаешь того вайба? Ну типа он же рассматривает реакции скорее всего. Он смотрит какой-то контент. Ну не буду тебе подсказывать. Просто не хочу. Тебе подскажут. Подскажу тебе. Закрой уши сами. У меня есть догадки в какой сфере как бы какую тематику он снимает, но. У нас только развлекательный контент вообще будет. Развлекательный. Развлекательный. У него, у него, у него, у него, у него, у него, у него. Скажем так, он был в те же времена, что и Макс плюс сто пятьсот, но не когда Макс появился, а буквально через пару лет. И он появился не один. И до сих пор нет ассоциации, что он полностью один. То есть это crew. Что это crew? Crew, команда, типа коллектив. Ян Топлис как-то с этим связан? А Ян Топлис есть в каком-нибудь объединении? Он был. Как он? Вот я не помню. Я знаю. Википедия Ютуба. Причем горизонтально. Ааа. Преддаешься? Да нет. Ян сейчас больше как единицы. Он не больше, он и есть единица, но изначально у него была команда. Он об этом рассказывал на списке. Ааа. Если что, ребят, смотрите, я не вру. Эти чуваки, которые еще снимали. Макс Бранд. Ну это примерно тогда же, когда я Макс сто пятьсот появился, я думаю. Но хорошая попытка, кстати. Хорошая, да. Их двое было. Их двое было. Костя Павлов еще был. Костя Павлов у вас Бранд. Да, это не он. Это как-то связано с командой А4? Нет. Скажем так, этот человек, он не только блогер, у него неплохо получается еще одна стезя. Он рэпер? Как тебе такой мой ответ? Дальше думай сама. Мне кажется, я достаточно уже. Занимается музыкой? Занимается. У него есть девушка? Я, кстати, не знаю. Ну давайте третью подсказку. Давай, давай, давай. Здесь вы уже должны быть на скорости быть кнопки. Давай. Он ниже нас всех здесь. Эльдар Джарахов. Все верно. Ребята, ребята. Я догадывался, догадывался. Успешная группа. Думай, думай. Слушай, ты тоже неплохо шаришь в ютубе. Я правильных людей собрал на это. Конечно. Я тогда смотрел жестко, красный макосин. Самый красный макосин. Ну покажи, как ты смотрел, с каким лицом смотрел жестко. Я? Сейчас. Спасибо. Красный макосин. Нет, нет. У него уже дофига треков было. Так что легенды. Счет 3-3. Ведет Аслан. И что теперь? Все, уже нету такой уверенности. Слушай, у меня вот с цитатами реально плохо. Это я поняла. Это уже не хейт. Это еще не лав. Сердце твое похитил. Просто поставь мне лайк. Рома шел. Лайк, лайк. Лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк. Ты еще когда в первом раунде его сказал, я такой, блин, пробило. Пробило. Я его творчеством вообще никогда не увлекался. Я тоже, кстати. Но он был всегда на слуху почему-то. Да. Ну он прям первый блогер. Ну тогда его эра была. Первый-первый блогер. Конечно я слышал. Катя Клэб, Рома Жоути, Амиран Сардаров как будто бы, да, вот так было? Вот Амиран, мне кажется, чуть позже, но Амиран прям принес огромную аудиторию на YouTube. Да. Откуда? Ну все люди начали смотреть, взрослые. До этого, когда смотрели дети. Дети, а он взрослый. А Амиран пришел и все. А тебе сколько лет тогда? Не когда Амиран захерачил? Я думаю, был на втором курсе. Ну ты уже взрослый был. Как я сейчас. Как тебе сейчас? 10 лет назад, прикинь, 10 лет назад. Тебе 29? Да. Ты, кстати, в каждой передаче, где мы видимся, этому удивляешься. Я всегда х**ую. Просто выгляжешь на 12. Спасибо, чувак, спасибо. Понял, аллергия на возраст. Да, да, да. Вот прямой такой комплимент. Ну что, и последняя цитата нынешнего раунда звучит так. Как меня только не называют. Большой член, большие яйца, большой пенис, большая залупа, большая уретро, большое половое отверстие, большая жопа, большая кишка, большой пупок. Большое простоквашино. Сатир? Нет. Почему именно? Ну, кстати, вот вайп примерно, мне кажется. Биграшен босс? Нет, нет. Ну подумайте, да, довольно грязная цитата. У нас не так много грязных людей в медиапространстве. В плане, которые не моются. Так себе шутка. YouTube горизонтал. YouTube горизонтал. Это ты правильно попал. Это ты правильно попал. Но он... Вот ты сегодня еще озвучивала различные вот твои способы мышления в сторону ютуберов и всех остальных блогеров. Там как бы есть еще одна стезя. Не совсем горизонтал, но и не совсем... Прямые эфиры на YouTube? Ну все, я все сказал. Могу еще раз прочитать эту чудесную цитату. Не надо. Мне кажется, это было очень смешно. Ну кто вот так... Большая уретра. Да, как будто вот, знаете, вот кто вот максимально так изъясняется. Кому вот проще всего и с юмором, и вот это всегда очень импровизационно сильно. Большой член. Большие яйца. Ты знаешь... Вообще это похоже на Эльдара Жарахова. Как меня только не называют. Чуть знакомая. Ты про... Ты про... Ты про описание. Что-то припоминаю. Сейчас помню. Каждый день вижу. Ну, наверное, один из самых популярных сейчас блогеров у нас в стране. Ну и не только блогер. Называй, ты че офигел? Сейчас. Обработка. Это не считается. Почему не считается? Потому что... Считается сколько он умеет. Я тебя обманула. Так, правила здесь мои. Это не считается. Еще раз прочитать. Дима Маслин. Он такой вряд ли. Он мог такой сказать. Вряд ли. Кто у нас? Эльдар Жарахов. Довольно грязненький. Сатир. Бустер. Блин, как я не догадалась сразу. Реально. Реально же очень на него похоже. У меня ложное было представление, что мы говорим о блогерах Ютуба. Так он блогер Ютуба. Он и на Ютубе снимает. Да, просто он не только. Он же сказал, что он не только этим занимается. Как ему обидно, что он проигрывает. Такой счет. 5-3 ведет Сабина. Ребят, это конец второго раунда. Это конец. Третий раунд. Суть его очень проста. Я вам буду показывать картинку, которую нарисовала нейронная сеть. И вы должны по этой картинке угадать, что это за блогер. Поставлю перед вами. Как быстро. Даша Дошик. Нет. Карина Кросс. Офигеть. Вот я когда это сделал, мне показалось, что вообще не похоже мне казалось. Как Карина Кросс? Я всегда узнаю по глазам. Глаза. Она носит этот оценок помады. Это ее цвет волос. Понял. Извините. Извините. Все тонко. Аслан. Тебе не кажется, что пора бы догонять? 6-3. Я бы сказал это ты мягко выразился. Все может поменяться. Готовы? Или давайте я поставлю, а вы закройте глаза. Да, да, давай. Вы уже увидели по-моему. Время пошло. Я даже сам не помню, мне кажется. Ну такая зато разноцветная вся. Красивая. Ну понятно, что девушка, да? Да. Мне кажется, я ее не знаю. Ты ее знаешь типа миллиард процентов? Да. Ивлеева? Да. Она не похожа. Брат, 7-3. Что-то есть прям совсем чуть-чуть. Давай вот казахский народ не будем все-таки позовывать. Давай, короче, я тебе дей герон. Ребята, Аслан ведет 7-3. И Сабина такая, да? Да. Вот это я понимаю. Чувак, как бы смотри, я тебе объясню. Сейчас я показал второго человека, правильно? У нас разыгрывается 6 этапов еще дальнейших. То есть ты в принципе можешь догнать из оставшихся 6. И даже выиграть. Ого. Потому что я уверен, что Сабина примерно придумала задание, которое он тебе даст, если выиграет. Вот ты будешь вот с таким лицом сидеть. Я туповатая. Да, Сабину, значит, можно ее не звать. Давайте дальше, пожалуйста. Глаза закрываем. Теперь точно, Сабин, закрываем глаза. Я ставлю ноутбук. Глаза. Открываем. Даня Виохин. Нет. Диппинс. Нет. ДА КАНЬ! Так. Я знаю. Давай, давай быстрее. Я знаю. Давай. Это, короче, этот. Побыстрее. Сейчас, сейчас. Вспоминай имя его. Три. Два. Дилблин. Один. Нет. Парадеич? Да. Я хотела сказать, Дилблин. Это немножко расстроился, что ты сейчас выиграл. Это очень похоже на Диппинса. Да, чувак, в этом-то и прикол тут надо было. Нет. Как бы я тебе мог просто фотку Парадеича поставить. Как ты узнала, что это он? А цвет глаз какой у Диппинса? Я не знаю. Он просто тоже блондин. У нас сладких блондинов. Мало. Так уж и много. Да. Чувак. 8-3. Есть смысл продолжать? 8-3. Есть. Есть еще? Есть, есть. Чувак, есть, если ты все выбьешь раунды. Но это самое сложное, ребят. Потому что я когда придумывал их, я сейчас на картинке посмотрел и забыл, кто это. То есть я сам не помню. Смотрите. Честно, похож на Влада А4. Но это не он. Это не он. Очень похож. Слушай, похож на из интернофежей этот чувак. Это ты? Нет. Подумайте. Это Гарри Поттер. Самый популярный блогер России. Да, Гарри Поттер. Развлекательный контент? Контент у него развлекательный, что ни на есть. Но знаешь, ты произнесла уже имя, которое было близковато. Усачев? Нет. Ты еще и не нажала кнопку. Я просто не знаю никого с такой прической. К кому близко? К кому близко? К тому, кого я называл? Да, ты называл уже. Гарри Поттер. Вот подлец. Да, это Рон Уиль. Нет. Драку Малфо. Да. Не, ну она назвала одно имя, которое, ну, не просто честно связано, а прям партнерское имя. Кого я назвала? Вот если у меня партнер Диман, то у А4, допустим, кто партнер? Сначала надо думать, потом нажимать. Нет. Почему? Разве такие правила? Ну, я уже не знаю. Егорик? Нет. Ну, там еще один тип есть. Кобяков? Да. Ребят, ну что, это был конец третьего раунда. И вдребезги разгромлен у нас Аслан со счетом 9-3. Я случайно. Я не хотела. Ну что, ребят, начало четвертого раунда, который называется биография. Здесь вам нужно будет угадать по описанию человека, то есть по его молодости, жизни, что это за человек. Я когда читал, я сам охреневал. Готовы? То есть, ну, мало того, что я как бы силуэты, не знаю, сейчас еще есть биография. Силуэты. Силуэты. Я, наверное, упрощу, как здесь конкурс, просто фотки блогерам. Кстати, прикольная идея, прикольная идея. Голосовые. По силуэтам блогеров узнавать. Будешь соведущим в этом шоу? Да. Погнали. Родился 5 июня 1996 года в семье учительницы начальных классов и инженера. Детство парня прошло в микрорайоне Серебринка. 9 лет увлекался хоккеем, играя нападающим в детско-юношеской спортивной школе «Динамо» и юность. Один год тренировался в Чехии. После травмы ушел из спорта и является большим болельщиком ФК «Динамо». В мае 23 года вместе с девочкой Снежаной символически ударом открывал матч команды против «Локомотива». С какой-то девочкой, не со своей же девочкой. С какой-то, да. Своя, Снежана? В АТ-4? Да. Я с ним постоянно просто на «Динамо» вижусь, поэтому… Догадалась. На «Динамо» на матчах? Да. Ты смотришь? Ну да. Ты любишь футбол? Это про футбол. Ты смотришь, какие ты любишь футбол? Ты девочка? Ну, я только поняла по «Динамо». Прикольно. За кого болеешь? Вообще такая редкость, когда девчонки любят футбол. У меня постоянно ребята зовут, мне нравится атмосфера просто. А, так не следишь? Слежу. 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 Слежу реально. Я просто очень часто с тобой… Давай все имена игроков. Кто на первом месте сейчас в чемпионате России? Все, я тебя услышу. Поставишь? Поставишь. Ребят, мы забываем про игру. Давай. Ты победил. Думаешь? Нет, погоди сейчас. Давай продолжим. Может быть у меня чуть-чуть есть шанс типа. Откуда я знаю про этих людей столько? Я кстати не знаю, но счет 10-3. Давай продолжим. Давай продолжим. Родился 2 июля 1998 года в Калининграде. 2 июля. Отец бизнесмен учился в школе с физико-математическим уклоном и занимался дзюдо. Планировал пойти по стопам отца, однако после того, как в 2014 году побывал на концерте диджея Мартина Гарикса, понял, что хочет заниматься музыкой. Илья Эксайл. Да, я дочитаю, но да. Реально? Да. Даже не стоит дальше зачитывать. Причем Илью я узнала недавно, пару месяцев назад. А как он связан с диджейингом? Ты чего угараешь? И с музыкой? Он как-то связан с музыкой? Конечно, он с этого начинал. Реально? Блин, приколдесс, конечно, как он тебя разносит. Честно, вот перед началом ролика я думал за то, что ты младше, типа ты будешь как будто узнать. Бро, я про хозяев узнал в мае вообще, типа этого года. Я тоже недавно их узнала. Но просто мне стало интересно, типа, кто такой Илюха, и первое видео там про диджеинку у него на канале просто. Ну, сори, я не сталкер. Я не прослеживаю людей. Ребята, извините, пожалуйста, я не смотрю первое видео блогера. Эй, я слежу за тобой. Я знаю, я тебя видела, когда диджей. Ребят, кто верит? Никогда не поздно. Продолжайте. Жизнь одна. Жизнь одна. Хорошо. Смотри, сейчас какой счет, скажи мне? Один из три. Может максимум быть один из пять. Если ты сейчас оставшийся вариант. То есть осталось два, да? Да. Предлагаю сейчас считать их по четыре очка, каждый человек. Давай. Вариант? Тогда у меня есть шансы? Нет. Схуй. Почему? Не, ну прикольно же будет. Давай, давай. Очень готовы рисковать. Ну вот какова вероятность, что он двоих отгадает? Восемь. Один из одиннадцати супер. Я за последние десять ходов не отвечал. Если он в следующих двух раундах не отвечает, хотя бы один раз ты выиграла. Пойдем на встречу, Сабину. Ну давайте попробуем. Пожалуйста. Обидно будет просто. Просто уломали Сабину на нечестную историю. Родилась 6 марта 2001 года в небольшом городе Талгар. Она росла вместе со старшей сестрой Анастасией в самой обычной семье. После девятого класса ушла из школы и поступила в архитектурный строительный колледж. Хотя о будущей профессии девушка прямо не говорила. В инстаграме она рассказывала... Анастасис? Нет. В инстаграме она рассказывала, как сдавала уступительные испытания, где нужно было нарисовать вазу, а также упоминала о курсовой работе. Посвященной постройке дома с внешней и внутренней отделкой в игре Майнкрафт по настоящим чешчежам. Нет. Вы про нее, короче, не знаете. Катя Клэп. Нет. То есть вам в описании вообще ничего не нравится? Катя Старшова из папиных дочек. Нет. Это как... Я понял. Я знаю, кто это. Карамбэйби. Нет. В направлении примерно то же. В папиных дочках. Но мы сегодня даже вспоминали этого человека. Да блин. Причем вне кадра. Монетизацию обсуждали. Дошек? Да. Короче, новое предложение. Вот оставшийся человек считаешь за 10 баллов. Договор? Даже так она выиграла. А, нет, подожди. Один остался. Нет, все равно. Все равно ты выиграл. Нет, короче, 15. 13-3 сейчас, да? Нет, если мы считаем 4 балла... А, нет, нет. А, нет, нет. 4 балла. 4 балла было бы у него. Все. Подумайте над моим предложением. Последнего гостя. Последнего гостя за 10 очков. А че не так? А че не так? Ну давай че. Давай читай, брат. Чувак, тебе какие только не дают клюшечки. Родился 31 мая 1991 года в Ленинграде, где и провел свое детство. В школьном возрасте родители записали его в секцию конькобежного спорта и уже в 10 классе стал кандидатом в мастера спорта. Также учился выполнять разные трюки на велосипедах, что в дальнейшем поможет участвовать и побеждать в соревнованиях на BMX. После школы в 2008 году поступил в Петербургский государственный университет путей сообщения. Через 5 лет обучения перед защитой диплома бросил в вуз и уехал работать по контракту в Германию. Ну там самая основная подсказка была, мне кажется. Хоккей? Да, BMX только. На велосипедах. На велосипедах. Это блогер. Ты выиграл. Который раскрутился вообще на великах. То есть он делал разные трюки и в течение некоторого времени... А стал автоблогером? Да. Я понял, кто это. Дима Гордей? Да. Ты не знал его? Я спросила у него сейчас. Ты смотришь Дубровского или Диму Гордея? Нет, я думал это Давидович. Давайте, ребят, немножко перемотаем, когда Аслан догнал 3-3 Сабину и такой... Ну че, съела? Съела! Счет 3-3 ведет Аслан. И что теперь? Все уже нету такой уверенности. Это были последние вы... Аслана в этом ролике. В жизни вообще в целом. В жизни, да, в принципе. Ну что, ребят, я вас поздравляю. В пух и прах Сабину. В смысле вас? Не я с чем конкретно? Сабину, ее семью. Наказание может быть приятным просто. Ребят, это был конец четвертого раунда. У нас победила Сабина и она, естественно, загадывает желание проигравшему Асланчику Шукаш. Да, сегодня я буду мыслить не по вертикальному, а по кругообразному. По кругу, да? Да. Ты шаришь в чем? Ага. Ну так, догадываюсь чуть-чуть. Если по кругу. Я вообще люблю снимать по кругу. Коллаборацию в Телеграме. Делаешь перегон трафика со своего Телеграм-канадного на мой. Ребята, я вам отвечаю. Через два года Сабина будет самым топовым блогером. Посмотрите, какая пробивания. Да, я даже знаю как это сделать. Ну что, ребят, это было шоу «Угадай блогера». Надеюсь, вам, ребят, понравилось. Вы поставите этому шоу лайк. Поаплодируем. Вы наверняка смотрите сейчас. Поаплодируем ребятам. Прямо сейчас берите ваши руки перед компьютером просто. Аплодируем Асланчику Сабиной. Спасибо вам, ребят, что пришли. Спасибо, что позвал. Очень круто. Всем пока!